Здравствуйте! Сегодня в центре внимания разговор о качестве местной сельхозпродукции. На прошлой неделе на одном из совещаний в правительстве области губернатор Игорь Орлов возмутился тем, что государственные социальные учреждения все в меньших объемах закупают местную сельхозпродукцию, отдавая предпочтение привозной. Однако глава региона, возможно, не знает, что причина не в том, что кто-то против его губернаторской воли, а в том, что просто нечего покупать. Несмотря на победные реляции, в регионе мало что производится. Возьмем шесть главных позиций – говядина, свинина, яйцо, курица, молоко и картофель. В последние годы объемы производства этих продуктов питания, за исключением молока, в области плавно снижались. А в начале этого года регион и вовсе остался без собственных яиц. Остановилась крупнейшая птицефабрика – Вельская. По той же причине мы остались и без курицы. Поэтому в наших магазинах сейчас лежит курица аж из Белгородской области. По сравнению с январем-февралем прошлого года вдвое сократилась и отгрузка со складов архангельского картофеля. О том, в какой ситуации сегодня оказалось сельское хозяйство области и способно ли оно удовлетворить спрос северян на основные продукты питания, мы поговорим с человеком, который в прошлом успешно руководил Няндамской птицефабрикой, занимался развитием Уимской птицефабрикой, был депутатом Архангельского областного собрания и министром агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, а сегодня работает в общественной организации «Российское аграрное движение» Владимир Михайловичем Личным. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Здравствуйте. На минувшей неделе губернатор Архангельской области на традиционной еженедельной планерке возмутился тем, что областные государственные учреждения социальной сферы неохотно закупают местную продукцию сельхозпроизводителей, опять же местных. Прозвучала такая информация, что картофелям Архангельской области производство учреждения обеспечено лишь на 62%, яйцом на 34%, а овощами вовсе на 29%. Прозвучали и города-аутсайдеры по закупкам местной, например, картошки. Новодвинск с показателем 11%, Северодвинск с показателем 4%, Коряжма ограничилась и вовсе 3% в структуре своих закупок картофеля. Скажите, пожалуйста, эти цифры – это норма для Архангельской области или это какая-то неприятная тенденция лишь последних лет? Тут можно ответить двояко – и норма, и тенденция. Я скажу, что в 2011 году, когда я приступил из моей обязанности министра, мы заинтересовались этой темой. Безусловно, то, что губернатор выразил недовольство – это правильно. Понятно, что все наши бюджетные учреждения и в социальной сфере должны потреблять свою продукцию, выращенную рядышком, качественную, нормальную, другое дело по цене. Но и в праве, безусловно, потребует навести здесь порядок. Как это сделать в рамках закона или принудительным методом, здесь уже надо думать. Ну вот, по примеру, в 2011 году, когда мы провели такой же мониторинг, получилось, я абсолютно цифры помню, прекрасно знаю, город Сирадвиц был обеспечен всего на 7%. Что касается Котласа и Коряжмы, то эти же три осталось, как сейчас. И в Архангельске было больше, чуть-чуть, 12%. Мы провели, в общем, непростую такую колоссальную работу для того, чтобы свести воедино и сельхозтоваропроизводителя, и потребителя. То бишь, все руководства, скажем, бюджетной сферы – это не такая простая работа, чтобы понимать, как играть на этих конкурсах, на тендерах, как работать правильно. Потому что люди, как правило, не обучены. И с той стороны, и с этой стороны. Это первый вариант. Мы решили, да, вместе с агентством по конкурентной политике, мы проводили специальные, там сказать, как сейчас модно выразится, мастер-классы. Распечатали соответствующую дорожную карту, или, то есть сказать, такие пояснения, как и что надо делать, вплоть до того, что на компьютере сделали, отпечатали, раздали всем, на какие клавиши, и когда, что надо нажимать. Ситуация выправилась. Где-то через год, а мы там поставили задачу, что будем каждые полгода смотреть, значит, вот Архангельск вырос до 47%. Ну, и были встречи с мэрами на этот счет, кроме Сиродвинска. Значит, и в других муниципальных образованиях показатель поднялся где-то 57%, минимально 25%. То есть хоть какой-то сдвиг появился. Это первое. Второй вариант. Хватит ли вообще нашей продукции для того, чтобы закупать? И по цене какова она? Поэтому вот на сегодняшний момент я скажу, что да, по цене она у нас дороже. И, безусловно, когда играют в эти госзакупки, так сказать, или занимаются госзакупки, поставками, первоначально причина – это цена. Смотрим все на критерии, как цена. Если цена позволяет, безусловно, закупает наше место. Если нет, то дабы избежать, избежать руководителей всех бюджетных, социальных учреждений, избежать каких-то вопросов к ним, они просто, кто меньше предложил, того она и будет, эта продукция. Второй пример, я вам скажу, вот то, что мы говорим, цена-качество. Вот мы посетили детский сад в Катунино. Конкретно посмотрели, вот по картофелю. Значит, зашли на кухню, посмотрели, идет начищенный картофель, то есть подготовка, скажем, питания для детишек. Один чан стоит картошка, голландская она была. Значит, и мне показывают там заведующие кухни, что вот, смотрите, в одном чане лежит картошка, а в втором ровно половину выкинута она, да? Когда ее обрабатываешь, чистишь, она потом чернее. Мы же понимаем, чтобы доставить сюда качественный продукт, она и определенная химическая обработка идет. В Архангельске, конечно, никто этим не занимается, я имею в виду в нашей области. Поэтому мы половину выкидываем, половину потребляем. Хотя там цена меньше, но в итоге она больше, да? И существенно больше. Это тоже надо понимать. Ну и, скажем, вот эту тенденцию, конечно, надо ломать, безусловно, да. Каким образом? Наверное, так, как, по примеру, скажем, в западных странах, а я там тоже был, смотрел, в Германии конкретно, в Швейцарии, о том, что все местные товаропроизводители, особенности по ихнему в сельской местности, как, а там сельская местность, это такие серьезные такие поселки, как уже по сравнению с нами, да, где там и 5, и 6 тысяч населения проживают, все привязаны к местным товаропроизводителям. Мало того, это в рамках закона, что вот они здесь выращивают, вот они здесь и поставляют. И это расписано на года. Поэтому никаких проблем не возникает. Мы же ставим, что коррупция будет и так далее. Ну, у нас, к сожалению, к сожалению, или к счастью, не знаю, государство пытается все время урегулировать эту систему госзакупок. Сейчас работает контрактная система, уже не первый год, очерченная двумя законами, 44-м и 223-м. Ни в том, ни в другом, никакие приоритеты для местных товаропроизводителей не предусмотрены, не учтены. Соответственно, заказчик при формировании заказа государственного или муниципального не может заложить какую-то преференцию для наших местных производителей. Ситуация ведь в этом отношении не поменялась, значит, наши производители могут играть только ценой и качеством. И все, я правильно вас понял, да? Хорошо. Тогда давайте поговорим еще вот о чем. Мы здесь в редакции провели небольшой анализ, посмотрели цифры за несколько последних лет, особенно внимательно прошлый год и начало этого, и пришли к такой неутешительной картине. В частности, мы видели, что за 9 месяцев прошлого года производство, например, мяса сократилось на 59,8%. Производство яиц и вовсе упало на 62,4%. По отношению к 2014 году, в 2015 году. Вот скажите, пожалуйста, с чем могло быть связано такое падение? Ну, конечно, это печально, да, поскольку мы проживаем в своей области, и казалось бы, что надо быть и патриотом, да, и понимать, что неудобно, когда и некрасиво, когда такой колоссальный спад. В 2012 году был подъем, индекс производства, сельхозпроизводства у нас был 11,7%. Начиная с 2012 года, неуклонно, шаг за шагом, все это стало падать. Ну, я, во-первых, ну, сейчас вы все, наверное, знаете, что в области не осталось ни одной птицефабрики действующей, значит, и нет промышленного производства свинины. Это те локомотивы, которые в основном производили и тащили на себе эти объемы. Это первое. Ну, и это же те коллективы, где львиная доля рабочих мест сохранялась, и те же налогоплательщики. То есть над этим надо было работать. Ну, причин здесь такого спада, я скажу, что несколько. Одна из первых причин, я это не уставал всем говорить, о том, что в 2012 году, начиная с 2012-го, у нас было предусмотрено перенаправление субсидий областных с товарного производства на модернизацию и на создание высокотехнологичных скотомест, скажем, если это будет молочное скотоводство или мясное скотоводство, или техническое перевооружение промышленного типа птицефабрики, свинокомплексов. Весь мир знает, и, безусловно, каждый уважающий экономист понимает, что прямое субсидирование товарной продукции не решает главную задачу повышения конкурентоспособности отрасли, то или иной. Мы продолжаем, вот буквально и сейчас, где-то процентов от 60-70 всех наших областных субсидий субсидируют только килограмм молока. это неверно. Во-первых, вот этот перекос привел к тому, что остальные отрасли упали. Почему? Потому что себестоимость произведенной продукции выросла, работающая на немодернизированном оборудовании. Это первое. Второе, мы все знаем, что с 2012 года, 2013-2014, очень резко выросли тарифы на электроэнергию, которые за собой потащили водоснабжение, водоотведение, значит, теплоснабжение, да, вот конкретика по Няновской области в Павлике, где я досконально разбирался целых полгода, поднимая все первичные документы, работа с поставщиками, с контрагентами, с бытовую политику. И обнаружил то, что, да, действительно, электроэнергия выросла в себестоимости, доля электроэнергии, тепла и воды, с 7%, что есть норматив для всей России, скажем, до 17-9 десятых. Это нонсенс вообще. И тогда предлагалось, значит, все-таки перераспределить субсидии, чтобы период такого сумасшедшего роста перенаправить и по мощным предприятиям выстоять на ногах. Цена вопроса была 18 миллионов рублей, а не такие большие деньги. Но зато мы сохранили бы это производство. Это первое. Ну и второе, предприятие, которое промышленного масштаба, те же фабрики, бравшие кредиты, как раз именно в 2012 году, в связи с решением Центробанка снизить ключевую ставку, то есть ставку рефинансирования, а возврат именно процентных ставок по кредитам шел именно от ставки. То есть получилось, что все эти предприятия должны были дополнительно отдавать банкам еще 5-6% кредитов, что, конечно, явилось непосильной ношей. Ну, вместо этого анализа специалисты министрельхоза докладывали, в том числе и губернатору, что они конкурентоспособны, потому что старое оборудование, что есть неправильно. Конкурентоспособность есть технологическая, а есть производственная. Вот технологическая конкурентоспособность по той же няндаме, скажем, вот Котласка, Вельская работала, особенно няндам на уровне Европы, даже превышала по всем показателям. Это конверсия корма, среднесуточный привес, резистентность птицы, да. Вот та же среднесуточный привес бы 64-65 грамм. Вот Европа до 60 доходит. То есть здесь полная конкурентоспособность оставалась только под мощь именно в этих инфраструктуре, в субсидировании или в помощи, дабы выйти с этой колеи. Ну, понятно, что губернатор не может за всем уследить. Безусловно, такие доклады ему делали специалисты в кавычках, вот что я могу сказать. Ну и в результате у нас закрылась последняя работающая крупная птицефабрика Вельская. Да, ну... В прошлом году. Из-за чего и произошел вот этот вот спад? Конечно. Ну вот смотрите, Вельская давала 19 тысяч тонн мяса, Вельская давала почти 10, там 9,7 тысяч тонн. Вот все вместе взять, почти 30 тысяч тонн. Я говорю, в 2011 году мы перешагнули 40-тысячный рубеж по мясу и по птице. И я имею в виду и скота, и птицы, и так далее. И свинины в том числе. Вот серный бекон остановился именно в 2013 году, потому что был создан кооператив, и тогда налогоинспекция посчитала, что они неправильно платили сельхозналог. Вот, конечно, это впервые было кооперативное движение по России. Где-то навевали шишки, судились два года. Ну, суд, конечно, бекон выиграл, но за это время предприятие рухнуло. Получило штрафные санкции с поставщиков в соответствии с договорами. И пришлось объявить банкротом и закрыть предприятие. И 202 человек работало. И тоже производили где-то около 3,5-5 тысяч тонн мяса свинины промышленного масштаба. То есть это очень важно. Ну, вот такие две причины. То есть неправильная политика в области господдержки. Это первое. Ну, и, безусловно, вовремя, кстати. И еще вот кредитно-финансовая политика была неправильная. Ну, и надо же сказать, конечно, что касается остальным. Там очень так вы озвучили о том, что урожайность у нас крайне низкая. Даже по сравнению с 90-м годом мы процентов на 20-30 сумеем. Потому что с землей никто не работает. Ведь в сельском хозяйстве, особенно в мясном, молочном животноводстве, и это главный ресурс, это земля. Если мы никакого сего ворота не соблюдаем, там, двухпольный, трехпольный, лучше бы, да, не подсеваем многолетние травы, или там подсеваем, случайно, да, не вносим минеральные удобрения, не раскисляем почву, не помогаем для того, чтобы вводить в оборот эти земли, значит, да, не урожайность будет никакая. Если по картофелью 147 центнеров с гектарой, там, условно, 15 тонн с гектара, а взять вот в Белоруссии, там, 50 тонн с гектара, чувствуете разницу? Или там 35-40, это в нашей средней полосе, безусловно. Хотя у нас, да, вот нет у нас и колорадская жука, слава богу, еще нет, значит, других болезней. Ну, а завод семян по картофелю, 50% мы завозим, извиняюсь, по всей России, мы это знаем, это импорт. В связи с тем, что доллар, евро вскакивает, значит, завод семян, так же, как кицеводство и покупка племенного яйца, так же самую себестоимость поднимает на те же 10%. То есть в этом случае надо было правительству области именно вовремя подставить плечо сельхозтоваропроизводителем. А что касается земли, то в 2011 году мы впервые ввели в оборот 7,5 тысяч газ земли, по моим подсчетам, надо именно 7 тысяч каждый год вводить, ну, хотя бы года 4-5 подряд. Вот тогда можно было бы повысить урожайность, 100% она была бы, и тогда себестоимость падала, и тогда эти субсидии, которые мы сейчас даем, можно было бы направить на другие цели. И они так, что мы каждый год по 300 миллионов отдаем на молоко, и в никуда практически, если мы, скажем, откроем глаза, а где наши конкуренты способны серьезное производство. Ну, за исключением нескольких хозяйств Вельска района Устьянска. Все, больше нет. Вот это логика такая. То есть, как бы мы ни крутили, везде стоит, главное, это экономика. Если мы производим продукт, и он дорогой, и некому его покупать, то он будет не востребован. Также и бюджетная сфера. Они боятся, что чуть-чуть больше цена, лучше не связываться, не дай бог. Вот к этому все идет. Ну, здесь губернатор прав, что так заставляет людей работать. Надо так, и так и делать. Ну, вот смотрите, плечо все-таки вовремя, как вы сказали, не подставили. Власть немножко неверно поняла текущую ситуацию, не совсем правильно повела инвестиционную политику, поддержку государственную. И в результате у нас падение продолжилось и в 2016 году. Вот за первые два месяца мы посмотрели, увидели, что по мясу птицы падение на 90%, почти на 91%. По производству куриного яйца 82,9%. То есть, можно говорить о том, что производство в промышленных масштабах по этим двум позициям практически остановилось. Уже нет. Да. Это, скорее всего, сохранились только личные подсобные хозяйства, кооперативы какие-то, фермерские хозяйства. Вот смотрите, если взглянуть на эту ситуацию сейчас, на ту ситуацию, в которой сейчас находится сельское хозяйство региона. Тяжело ли будет ее восстановить на тот уровень, на каком она находилась в 90-е годы, в 80-е годы. Сейчас продолжает работу государственная программа поддержки сельхозпредприятий 2013-2020 годов. Вроде бы выделяются немалые деньги, почти 880 миллионов в 2015 году было выделено. Но при этом кассовое освоение вот этих средств за 9 месяцев составило лишь 18%, что практически ну это очень мало, да, будем прямо говорить. И опять же, за 9 месяцев по итогам работы не был достигнут ни один показатель целевой этой программы. Может быть, есть какие-то другие рычаги уже вот в той ситуации, в которой находится сейчас отрасль. Может быть, правительству стоит пересмотреть свой подход и изменить программу, может быть, поменять целевые индикаторы, поменять цели и задачи. Ведь это живой механизм, это все может работать. Как вы считаете? Ну, я не только считаю, я абсолютно поддерживаю вас. Конечно, это живой механизм, и для того, оно есть и правительство, но вовремя вносило коррективы, да, смотря какая ситуация сложилась. Что касается госпрограммы развития села, я имею в виду федеральной до 2020 года, то это такая программа, где каждый год и даже несколько раз в году вносятся туда коррективы Министерством Сельскохозяйства России, да, и, знаете, за этим надо следить, держать руку на пульсе. Что, можно ли у нас, как мы задали вопрос, там, ну, хотя бы остановить спад и начать подниматься, да, это, безусловно, надо, потому что мы сегодня по продовольственной безопасности, сам регион, если все вместе взять и мясо и молоко, то даже 20% уже не достигнем самообеспечения. Это, ну, нехорошая тенденция. Вот, прошедший год, 15-й год, в связи с понятными, там, введением санкций, там, антисанкций и так далее, Министерство Российской вносит такие коррективы и смотрит, и дал регионам, как бы, право, ребята, смотрите в регионах, что вам надо, разрабатывайте свои, не программы, а проекты. Сегодня программа, что значит? Распись денег, там, на год, на литр молока, на килограмм мяса, на 10 яиц, все, яиц нет, ну, нет денег, не платим. Вот и все, не понимаешь, почему их нет. Федерация сказала, разрабатывайте свои значимые программы, инвестиционные или экономические, значимые. Ради Бога, для этого счет в июне, в июне, 26 июня прошлого года, два постановления вышли в Министерство правительства Российской Федерации. Одна регламентирует начало отбора программ для субсидирования процентных ставок, которые регион считает экономически значимыми. И вторая программа кооперации сельхозпроизводителей на селе, то есть создание оптово-логистических центров по закупке продукции, излишек и дальше реализация в этих регионах, где люди проживают. Но для этого надо было там до октября месяца, до первого июля заявки сделать и до октября месяца разработать свои нормативно-правовые документы, иметь субъект, так и предоставить месяц легко, что да, у нас есть такие программы, мы вот закладываем определенное энное количество денег именно на этом направлении. Но мы ни того, ни другого не сделали. Конечно, Федерация денег не даст, безусловно. Я вам скажу, что по итогам прошлого года в Российской Федерации отобрано 56 тысяч инвестиционных проектов, в том числе в птицеводстве 69 проектов, в свиноводстве 56 проектов, а в птицеводстве 69 на 26,6 миллиарда рублей. И на 51 миллиард рублей вот эти 51 проект в свиноводстве. В овощеводстве там 36 проектов на сумму чуть-чуть меньше, там 21 миллиард рублей. И эти все мы могли бы тоже там бы поучаствовать. А в общем-то на 8 лет 226 миллиардов Российская Федерация выделила. Почему бы не? Конечно, надо участвовать, брать, но для этого надо, чтобы были конкретные специалисты уже в нашем министерстве в Северской Федерации, которые умеют это делать. Но если не специалисты, они никак не сделать, им легче, конечно, раздавать по рублю каждому как это, сестрам по серьгам, и это все нормально. Что я имел в виду? Это воссоздание той же Няновской птицефабрики, кооперация ее там, или соединение, так сказать, с Вельской, еще это было до пожара. Пожар, конечно, в Невельской фабрике внес свои коррективы, чтобы такое предприятие приостановило производство. В том числе Котласская фабрика. Мы могли создать серьезный такой бизнес-план, серьезный проект, где бы вернулись на работу как минимум тысячу рабочих мест, как минимум, и могли бы производить, вернуть через 2,5 года по бизнес-плану, по нашим расчетам, к 20 тысяч тонн производства мяса в год. Рубежу такому. Вот такие проекты. У нас проекты рассматриваются строительство сминного комплекса на базе бывшей Плесецкой фабрики, используя эту инфраструктуру, которая там сейчас есть, и дорожность сейчас завершается, и газ там, и люди есть, и вся энергетика, и водоснабжение, все есть в наличии. Плюс я бы вернулся в обязательном порядке к производству фуражного зерна. В 11-12-го мы посеяли зерно, те 7 тысяч которые ввели, мы посеяли озимую и яровую, пшеницу, озимую рожь и ячмень. Ну, собрали мы урожай там 29 центнеров с гектара, 30 не дотянули. И то из-за того, что там смену удобрения мы опоздали буквально на 5-6 дней. Это очень важно в условиях севера не опоздать ни на одну минуту, не то что на дни. Но ведь качество и себестоимость этого же зерна была на уровне Краснодара. В Краснодаре 40, там 4 центнера с гектара той же пшеницы. А у нас, скажем, 29. Но там и засуха, и саранча, и химобработку надо делать, и полив, и так далее. У нас здесь ничего практически не надо делать. Только единственное расстояние перевести. Ну вот высушить еще надо. Я думаю, что мы могли бы года через 4 фуражное зерно производить. Первоначально можно на давальских сырьях комбикорма делать, а потом восстановить свое собственное комбикормопроизводство. Область потребляет 166 тысяч тонн кормов в год в пересчете на килограммы и, скажем, на рубль с килограмма снижается цена. Уже 166 миллионов рублей. Вот тебе можно было эти деньги, сумму этих денег с дотацией перенаправить опять на другие цели. Шаг за шагом. И такая программа была, по крайней мере, такие шаги, макро программа была расписана. Ее бы надо было выдвигать. Но, к сожалению, свернули. И свернули также и возделывали земли. Я еще раз повторяю, сельское хозяйство без земли не бывает эффективного. Если посмотреть немножко на юг, на Вологодскую область, которая в 4 раза меньше по площади нашей области, нас уже обогнали в несколько десятков раз по производству сельхозпродукции. И более того, они в этом году, за эти два месяца, в январь-февраль, даже сами себя обогнали на 32% по производству курицы. Может быть, нам немножко поумерить патриотизм и обратиться к соседям за помощью не только в плане поставок, а и в плане опыта? Они ведь все-таки традиционный сельхозьянственный регион, наверняка у них есть программа наработки, опыт в этом отношении. Если мы сами не способны создать ни программ, ни проектов... Я не говорю, что мы сами не способны. Я думаю, что мы способны создать, да, то надо просто потрудиться, засучив рукава, как следует, да, и немножко побивать пороги не только здесь, но и в медсельхозе России. Там ведь сегодня министр Ткачев создал отдельно комиссию по отбору оригинальных значимых проектов и создал рабочую группу, которая работает ежемесячно, ежедекарно, где можно будет рассуждать на какие темы, вот это надо, то, надо, то, и аргументированно ставить свою позицию. Это первое. Второе, что касается Вологды, да, безусловно, я слежу много лет и сейчас, слежу, и вот я вам скажу, что за последние три года по линии аграрного движения я побывал в семи областях северо-запада, сейчас уже и в центральной России, где такие проекты продвигаются, подобные регионы, значимые, и в свиноводстве, и в птицеводстве, кстати, и в растеньеводстве сейчас, вот, в овощеводстве, вот буквально в Ярославской области несколько месяцев назад, где разрабатывается и точечно дается господдержка в регионах, федерация поддерживает, принимает эти проекты, субсидирует, значит, ну, естественно, безусловно, это отчет, это сопровождение этих проектов от поля до прилавок, я говорю, и дело идет, и вот запустили мы, я непосредственно, так же не совсем непосредственно, но участвовал в экспертизе этих проектов, и в том числе и продвижению по господдержке, таких 14 проектов на общую сумму 14 миллиардов рублей, 14 на десятых миллиардов рублей, и область тоже может наше делать, я не вижу здесь больших проектов, надо, чтобы, ну, были специалисты, плюс того, сегодня в области создано у нас агентство по, как, корпорации развития, с ними надо работать, смотреть, не просто там, как попало, а серьезно, и вдумчиво, и чтобы это все ложилось на бумагу, и надо быть, конечно, патриотами своей области первой, а что касается Володы, у них каждый год рос 4-3-4 процента каждый год, стабильно, но я вам должен сказать, что там, начиная с 96-го года, с 98-го, сменилось только два министра сельскохозяйств, ну, их департамент, Николай Иванович сейчас, который там руководит департаментом, я с ним очень часто беседую, значит, смотрю, как, они не в своей программе не раздавали вот субсидию просто на литр молока, можете посмотреть, именно на создание скотомест, на модернизацию, на то, чтобы, если мы предприятие хотим, чтобы оно было конкурентоспособным, значит, его надо модернизировать, чтобы не было стыдно потом, и мы, как налогоплательщики, с наших денег идет господдержка, должны понимать, да, у нас вот в этом районе одна животноводческая ферма от такого класса, и там прекрасно, и тут прекрасно, вот они таким образом поступали, мелкие хозяйства они соединяли к крупным, на основе договоров, на основе коопераций создавали, да, и так шаг за шагом двигались, конечно, они сегодня у нас нас опережают по объемам производства, в среднем взять почти в 8 раз, было еще совсем недавно, в 3 раза, в 3,5 раз, конечно, видно, безусловно, что это, что-то не так мы делаем, но, что касается их шехстинской фабрики, вот пример, так же было, как Няновская, под эгидой ОГО, так банкротом объявлен, а там регион не бросил предприятия, часть акций никаким образом выкупили, в них свой инвестиционный фонд заложен, значит, как бы на период восстановления, опять становления области, как бы их становится хозяем, а потом потихонечку выкупают эти долги, на ту сумму, на которую помогает сам регион, и сегодняшний шехстин, так же производят мясо, так же, как и Няндова производила, вот, тут такой вопрос, ну, безусловно, вопрос, как бы мы ни крутили менеджмента, да, управленцы, очень слабое у нас управленческое звено, я имею в виду, руководящий состав, неподготовленный, поэтому не понимают, как оперировать затратами, не понимают, где порог прибыли, не понимают, как правильно разнести прямые переменные затраты, и как вовремя просигнализировать, что надо какая-то помощь, вот, ну, понятное дело, что само государство не в состоянии влезть в каждое предприятие, здесь уже профильные министерства должны держать руку на пульсе, вот, и профессионально следить за этим делом, особенно с теми, предприятиями, которыми мы помогаем. Может быть, параллельно с тем, как мы изучаем опыт работы наших южных соседей в сфере сельского хозяйства, может быть, нам подтянуть и качество продукции, и вопрос, точнее, лозунг переформулировать, не покупай местное, а покупай качественное, ведь те деньги бюджетные, о которых говорит губернатор, это наши деньги, деньги налогоплательщиков, и на них покупается пища для питания для детей, стариков, больных, которые лежат в наших больницах, ведь все эти социальные учреждения, это школы, детские сады, опять же, больницы. Таким образом, пока мы работаем над тем, чтобы увеличить объемы производства, мы увеличим и качество, а это тоже актуально, например, посмотреть на ситуацию с продукцией компании «Молоко», которая сейчас происходит, ведь разгорается очень большой спор. Как вы считаете, актуальным этот вопрос или нет? Ну, я думаю, что в какой-то степени актуален, одна сторона вопроса, что касается конкретно качества, то я бы сказал бы, что у нас продукция, и птицы, и свинины, и молока, она, в общем-то, качественная, 100% уверяю, что не один раз проверялась, и мы это знаем. Другое дело, что мы не можем сохранить, особенно в овощах, то есть надо современное хорошее хранилище, кстати, на что вот в постановлении правительства Российской Федерации сказали, делайте такие центры оптовозакупочные, где будете строить такие специальные емкости, холодильники, где вы можете скупать продукцию, и у мелких, и у фермеров, и так далее, и потом поставлять на рынки. То есть, здесь вопрос-то и в том, что если бы, опять я вас чувствую, если бы мы субсидировали именно конкурентоспособное производство, и работали напрямую с землей, мы бы уменьшили себе стоимость, а качество никуда не денется, и тогда оно было бы нормально. Сегодня мы, если имеем возможность произвести, не имеем возможности сохранить или переработать. Толково. Вот это беда. Вот над этим надо работать, безусловно. Кстати, переработка продукции сейчас включена в тоже один из приоритетных направлений Российской Федерации строительства мощностей по переработке. Это тоже очень важно. И тогда мы были бы и патриотами, и хорошими поставщиками для своих. Вы же должны понимать, лучше своих покупать, те, которые здесь работают, дают рабочие места, платят налоги и так далее, чем деньги вывозим из-за предела региона. Это безусловно понятно. Поэтому, если еще раз говорю, губернатор прав, что заставляет именно в этом направлении работать. Тут надо уже исполнительной власти на местах думать, а как это выполнить? Вот тут ж думаете, пожалуйста, смотрите. На это надо сделать. Хорошо. Спасибо большое, Владимир Михайлович, за серьезный разговор. Мы к нему обязательно вернемся, ведь вопрос продовольственной безопасности для нашего региона, для России в целом сейчас очень актуален, потому что европейские санкции никто не отменял и пока отменять, видимо, не планируют и рассчитывать нам придется на свои силы. А значит, в этом находится и тот потенциал для движения вперед, который у нас есть. Спасибо вам большое. Спасибо вам тоже, да. Что ж, мы убедились в том, что в сельском хозяйстве региона сложилась действительно непростая обстановка. Не хотелось бы называть ее безвыходной, но очевидно, что без изменения принципиальных подходов к поддержке местных сельхозпроизводителей ситуацию к лучшему изменить не получится. Что нужно сделать? Изменить подход к государственной поддержке отрасли на нашем областном уровне, сместив акцент с поддержки существующего производства на его модернизацию и наращивание мощностей. Поголовье скота, земель, сельхозназначение семенного фонда. Так делают наши успешные соседи, например, в Вологде. Необходимо установить четкие правила игры для инвесторов, готовых вкладывать свои силы и средства в архангельскую землю. А это, между прочим, самый разный круг людей. От крупных федеральных компаний до небольших фермерских хозяйств. Последним, кстати, сегодня приходится тяжелее всех. Дорогие кредиты и высокая конкуренция на рынке год от года ставят их работу на грани рентабельности. Вот где нужна поддержка областной власти. Поддержка в самых разных формах. От субсидирования банковских займов до льготных условий долгосрочной аренды земли. Но делать это нужно не только во время войны санкций, а планомерно и последовательно, год от года, создавая основу для благополучия будущих поколений северян. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова